всех пресс друзья на связи данки у нас будет коротенький видос от трефа моего соклана игра он против брокуса на карте новый свет этот турнир как в воля случая как за каменной стеной вот попался ему очень сильный оппонент 25 ранга прокачка примерно одинаковая вроде бы на 25 26 ранге разница в апгрейдах не особо большая сказать небольшой баланс и по времени боя тут запись длится еще четыре минуты я так понимаю тут бой закончился как-то очень быстро я честно говоря даже догадываюсь что это такое скорее всего он играл от начальных юнитов ладно сейчас посмотрим сбор ресурсов встречаются два стрелка там непонятно сейчас кто выиграет то проиграет там показывает как он подбирает контейнеры пробегает на флаг здесь авиазаводы то есть стрекозы кречет и все это очень важно вот в развертку он вышел вверх поставил два центра снабжения то есть всего него их четыре вроде заметил четыре центра снабжения вверх развертку и сбору уже по морю происходит ресурсов сражение за флаг стрекозами центральный флаг он удержал койотами включает буст на строительство и выходит в аллигаторы показывает нам на неплохая идея апает казармы но и да в общем да играет он через начальные юниты производит их реально в массовых количествах это прям новая тактика закидать мясом противникам перезахватывает нижний флаг вот этот флаг фиг узнать что он дает скорее всего только обзор потому что как ну там вроде антенна по-другому выглядит которая призывает подкрепление такой же флаг но не такой же флага здание на центре карты есть которая призывает юнита это вроде просто радар так стрекоза уже у напарника видеть вот на центре карты вот так вот выглядит завод который призывает подкрепление кайманы приплыли на базу на разведку увидели строящуюся торпедную установку вот бустом обороны пытаются пробить до 10 минут там прям урон увеличивается очень сильно поэтому эффективно использовать именно этот буст так ну торпедка все же успела достроиться кайман ходит и аллигатор меняет маршрут наверно хотел надеялся что успеет уничтожить торпедную установку но не получается разведка базы противника тут видно что он выходит в авиазавод второго уровня производит ягуара потихонечку уже вот база у него пустая нету снайперских вышек пушек начальных юнитов ничего он этого не сделал отрыв сыграл так сказать тактика такая на самом деле достаточно опасно пару пушек и вышек на базе и это дело все очень быстро отбивается но видимо так лучше играется уничтожается база зеленого игрока по сути то он и обороняться здесь ничем не может такую-то аллигаторы торпедную установку вроде бы показывает нам сражение на центре до уничтожается морская установка заберет аллигатор не заберет в принципе то будет неважно так как база пробита эти два аллигатора даже если бы остался один на не сирон такой огромный урон нанесли бы противнику и там уж такое кольцо взяли зеленую базу что отбиться он нам не сможет от трефа на в общем жестко жестко зарашили по таймингу пятая минута уже все уже база окружена у трефа 82 кого доступно очень доступно заняты юнитами из возможных 80 общем играть он через удержание флагов быстрый раш ну что хорошо на трефе то что у него все юниты начальной прокачаны абсолютно full то есть даже попадется какой-то другой сопротивленец 23 24 ранга то вряд ли сможет что-то противопоставить таким жестким койотом на тометчиком стрелкам стрекозом вот этому всему обилию начальных юнитов смотрите кстати прикольно зеленый игрок использует свой кречет летает прям как вертексом пытается не попадать под пво аллигатором пытается там что-то кого-то сбить уничтожить неплохо получается он по пехоте работы но ему реально тут не хватает снайперских вышек по сути у треф то одна пехота ну один бар не носится вижу три койота все остальное пехота но стрекоза не считаем все три снайперские вышки пехоты нету и все как бы у трефа второй уровень штаба 80 кого это у него второй уровень штаба ничего себе у меня на третьем столько и бой заканчивается благодарю трефа за предоставленную запись боя вам спасибо за просмотр ждите следующий видос